у меня больше вопросов про вот например знакомство на работе там в ком тренажерном зале последующие отношения и например после секса отношения прокомментируйте хорошо ну допустим работать у тебя была женщина в тренажерном зале до этого не женщина твоя история это была там с которой ты встречался ну да ну девчонка там встречались долго у него вообще этот зиг тренажерного зала как бы не то есть у него там фартанул один раз тренажерном зале все нет это не обязательно хорошо вот вопрос вы работаете там первом месте и там есть девчонка может быть не одна то есть там вы познакомились ходили был секс как потом то есть смотреть ты понимаешь больше но тебе не интересно то есть а у нее например есть там тебе интерес просто здесь чтоб ну как выстроить отношения не у меня ну все вот мы там перед сходили там свидание одно второе секс а потом ты понимаешь ну тебе человек не интересен там для дальнейших взаимоотношений то есть а у нее например может наоборот к тебе интерес или она что-то ждет от тебя ну а вам до вместе работать там не макай как бы не сэ я считаю что все намного проще да как бы есть такая хуйня называется просто чувства вины как бы надо с этим проработать и все и ничего там не надо будет тебе из галязи там переживать почему спереди всего лишь это чувство вина я более чем уверен что тебя блять просто давить там чувство вины как-то тебе неудобно ты вроде как бы трахнул а теперь вот надо и жениться так ну ну так оно что похожее не совсем так нам просто понимаешь там потом говори что ну там все потратите потратить а там типа чувак и уже у нее к тебе плохие отношения то есть а если вы работаете вместе или там как-то вы взаимо ну как-то общаетесь не знаю ну как бы и случае так вообще меня это ты сейчас придумываешь это просто еще раз говорю тебя чувство и наиграет проблему по мере поступления как ее плохие отношения могут повлиять она может там подстроить ну это будет всего лишь плата за то что ты как бы выебал тёлку с работы потому что я так понимаю правильно в брянске единственная женщина которая была это только та которая работает на работе остальных не было нет ну тогда ну как бы чувак ну вот бывает всякое может быть да она реально скажет директору этот чувак там не знаю но уволит его и переходе сказать как не сделать так что мне еще и не уволили проблем на работе не было тогда это будет цена такая ну значит они и поёбал и ну и поёбал я понял печальный случай ты думаешь так ладно что у меня были проблемы из-за этого больше я зарекся никогда на работе тех романов не заводить если уж там совсем женщина не понравилась все ну и не бри и самое главное с самого начала не обещай ничего или устройся в большой офис какой-то там где просто 2000 сотрудник где понял там проще ну то есть там еще все друг друга перетрахали там уже никто не знает сплетен не хватает а ты в каком-то маленьком работаешь там это не проблема вообще ну ясно и ребята одну секунду внимание как вы знаете с 7 по 10 ноября у нас стартует москве тренинг практика это уже вот-вот скоро лично от меня там есть еще два места то есть я могу взять еще двух человек поэтому именно тебя 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 да я приглашаю на этот тренинг для того чтобы ты прокачался и ушел оттуда другим человеком напомню три тренера команда саппортов и твои единомышленники то есть мы вместе все будем приводить тебя к тому результату с женщинами и не только женщинами еще и по жизни которому ты хочешь прийти ссылка для записи на тренинг под видео ребят в этом году осталось еще два мероприятия это это практика 7 по 10 и новогодняя практика которая будет стоить дороже но она будет не совсем обычная поэтому ребята значит записываемся ссылочка под видео все я вырубаюсь просмотр продолжаем вопрос любовь и привязанность чем отличие и что-нибудь скажи ну просто вот у меня такие вопросы есть там но общаюсь девушка и все ты понимаешь что не хочешь не быть а потом как проходит какое-то время там тоскуешь по ней и вроде как возвращаешься ли там хочешь опять и увидите здесь типа ну вот просто как понять это любовь или привязанности любят на чувак то есть реально ну как можно сейчас долго начать об этом рассуждать основной момент что по идее тебе надо задавать частные вопросы как у вас а как у тебя что она за девушка человек общей фразы я на это не стал бы все понятно но не знаю вот если из практики как бы у тебя а почему вообще там расстаетесь блять на какой-то период в чем причина ну да почему вообще разная допустим к своей женой познакомь увидел я первый раз все время мы больше ну как бы там пара раз пообщались все потом вот не расставались вообще блин да как сложно сказать да мне кажется просто разные интересы разные характеры к но если такая нахуй любой все найдешь другой понят спортзал там как бы все все сужается чувак тут важный вопрос тебя тянет в тот момент когда ты весь оброс телками и у тебя тут они тебе звонят пишут и ты там то с этой то с этой но думаешь для чего-то все не то хочу к той а больше чем уверен скорее всего с другого все наоборот когда тебе вообще некому присунуть позвонить там или даже не знаю сказать привет ты начинаешь вспоминать про нее не совсем там получается так что ну во первых она сама появляется то есть я потом зарекся что но не звонить и не напоминать о себе то есть какие-то происходит то что она сама появляется моей жизни чувак мне кажется что у тебя просто когда сейчас после тренинга ты же научился брать номера и все хорошо чуть больше будет женщин больше разнообразия больше выбора вот эта хрень пройдет правильно володя сказал ты немножко там прициклился сам как можно у меня появлялись какие-то раньше телки ну вот как бы трахались расходились все нормально как бы и с кем ничего не ругались я заебался потом выковыривать из телефонов чтобы там ну чтобы они больше мне не писали потому что я ни с кем практически не ругался нормально ну спали спали там никто никаких претензий как бы ничего не предъявлял сразу было все говори но не врите женщинам да там нужны переигрывайте давай понять что ты блять нормальный мужик как бы вот у вас сейчас будет секс все всем хорошо как бы если она согласна для это что-то я не знаю что там ты можешь там обещаешь ей блять жениться а потом как бы не может там года мне не не знаю как ты там соблазнял раньше все все множество временной промежуток там когда вы познакомились там переехали жить вместе свадьба но это я понимаю у каждого индивидуально ну так ну просто чё скажешь как ты считаешь ну например давай я попробую ответить то есть у меня вот мои критерии да как бы я точно знал что если я но прежде чем сделать предложение как бы я сначала должен год прожить женщины под одной крышей если вы год живем все нормально как бы тогда я выхожу на отношения вот у меня было так в принципе год прожили я понял что все как бы но я я изначально понял что это мое но так как до этого были там более тяжелые отношения и я понял что когда мы там тусовались все было круто но когда нас дома съела бытовуха как бы тёлка хотела дальше тусить ну как бы надо искать своего человека где тебе с ним но это был еще один вопрос наверное я бы не тянул но в смысле не тянул не только сразу в загсе там все остальное печати штаб а именно просто взял бы говорю все приходишь будешь жить у меня короче я перевожу твои вещи ко мне то есть просто ну как бы нормально тёлки они на дороге не валяются чего по этому принципу можно и поторопиться просто можно не обещать золотые горы не киса жениться можно сказать суши так попробуем пожить вместе ты классно если надо будет то поженитесь через год ну да да и будешь спать в одной кровати слышать как она скрипит зубами и думаешь блять зачем мне это на или там поймешь что она там грязнули какая тебе наоборот там заебывает тебя что-то носки разбрасывай но я я по бы я про это и спросил ну в общем год пожить вместе критерии первое второе третье четвертый пятый десятый на что нужно обратить внимание если ты уже созрел именно для выбора женщины то есть там про это написано поэтому я считаю важнее критерий чем сроки если ты понимаешь что все заебись как учете берута например ты дали тачку в тест-драйв а у тебя прям все были четкие критерии какая должна быть машина при этом все совпало но даже ну да на самом деле как бы вот по личному опыту с возрастом там ну как бы претензий там уже как бы нас не все становится меньше и меньше и меньше я просто там у меня было такое доходило там ну я блять плюс тёлкой час ночи как бы мне дать ну не хочу чтобы она я бужу я говорю вставай и пизду отсюда нахуй выгонял баб вот таким образом причем после этого ко мне приходили ну как бы вот такое тоже бывает но потом я понял что блять с таким характером кому я нахуй нужен мне уже 33 года блять волосы выпали и блять морщины все тело покрыли короче я понимаю что мне скоро пиздец будет ну кому я нахуй нужен ну короче я почему-то подумал что уже пора как бы к женщинам то тоже требование снижать но в хорошем смысле там как бы я не с крайне я определил там для себя несколько самых важных критериев да как бы от остальным я думаю как то мы там ну договоримся да у меня там жена может там что то где-то там не вовремя там что убрать какую тарелку я покричал там что-то ну как бы без этого ни как то есть вы должны понимать что все равно будет там что ругаться и просто как бы я для себя определил что что я готов терпеть а что не готов терпеть то есть когда она пришла в дом я понял что те качества которые мне были нужны в котором я готов там мириться и все ну вот они у нее есть на остальном не все похуям ну как бы там что-то все равно будет происходить каждый день каждой неделе там что-то что-то выползает когда я и сам что-нибудь подбрасывай следует дома все хорошо то надо что-то вот но подбросить да потому что как говорится ну там расслабляться нельзя пиздюлей там на ровном месте тоже иногда вставлять приходится чтобы ну как-то доказывать что ты тут ну как бы главный в семье но это как бы моя позиция там ну кому-то она может не подходить у кого-то женщина там более там не знаю главенствующие в доме кого-то это устраивает ну вот пожалуйста можно так я определил для себя там ну два-три критерия с которым я точно мириться не буду вот остальные с остальными я совсем договорюсь все пришла женщина в дом критерии есть ну все как бы поехали все же готова готовы детям ну на детей согласна согласна все все обговорили на берегу максимально все то есть я ни о чем не пожалел ничего такого если что-то где-то когда-то произойдет ну блять но никто ни от чего не застрахован то есть мы говорились я все карты раскрыл там она все карты раскрыла блять как что дальше будет но мы можем конечно свою судьбу там как-то так подстраиваться но всем управлять мы не можем всяко может случиться хуево значит вот через 10 лет но я буду бороться за свою семью буду стараться делать там чтобы было все круто но как получится я не знаю надеюсь что все будет хорошо